Добрый день! В этом видео поговорим о волюмизации губ. Волюмизация губ это придание объема губкам. Сейчас модно делать плоские губки, то есть выворачивать их в плоскости. Есть еще техники по устранению асимметрии. Есть техники по формированию определенной формы, например губа Анжелины Джоли. И конкретно в этом видео мы с вами будем обсуждать такую тему, как волюмизация. То есть когда приходит к нам клиент, наш пациент, и просит такие же губки, как у него есть, только чуть-чуть попухлее. Волюмизации можно добиться многими способами. В этом видео мы рассмотрим 4 основных. Это волюмизация мезороллера, болюсная техника, классическая и парижская. То есть всего 4 будет. Итак, начнем с мезороллера. Это самый безобидный способ сделать губки пышнее, но и самый краткосрочный. То есть эффект будет держаться не очень долго, до 2 недель. Итак, как делать волюмизацию мезороллера? Для тех, кто не готов вводить полностью хороший объем филлера в губы, это обычно возрастные клиенты, которым важно, чтобы это было естественно. Вот это максимально естественный способ сделать объем на губке при помощи мезороллера. Как он выполняется? Берется мезороллер, открывается. Губки фиксируются специальным пластырем, чтобы не заходить за границы, то есть не попасть на кожу вокруг губ. И вот таким вот образом мы заклеили кожу вокруг губ пластырем. Далее мы берем мезороллер и выдавливаем сначала из шприца с гиалуроновой кислотой гиалуронку прям поверх губок. Вот так вот дорожки выкладываем. И после этого мезороллером проходимся по всей поверхности губ. Делаем это довольно-таки продолжительное время, можно 5-10 минут вводить по губам. И какое-то количество гиалуроновой кислоты будет через микротрещинки попадать внутрь. Естественно, у этой гиалуроновой кислоты очень высокая плотность. И чтобы попасть внутрь через микроскопическую точечку, это будет очень тяжело. Честно говоря, очень маленькое количество гиалуроновой кислоты попадет внутрь. Но за счет вот этих микроукольчиков в мезороллере губки, они такие нальются, станут пышнее, пухлее, соблазнительнее. Это такой вау-эффект клиенту на несколько дней. Например, пришла возрастная клиентка перед своим юбилеем. И вот ей хочется так вот краткосрочно придать пухлости губкам. Вот это ее случай. Во всех других случаях это очень низкоэффективный способ увеличения губ. И он держится недолго. Это его основной минус. Ну а из плюсов то, что у нас осложнений практически нету, побочных эффектов, синячков, гематом. Это все избегается. То есть просто, естественно, увеличили губки. Дальше. Классическая техника. Классическая техника это то, с чего мы все начинали, когда становились косметологами. Классическая техника выполняется очень просто и подходит клиентам, которые пришли и говорят, что вот я хочу такие же губы, как у меня сейчас, только чуть-чуть попухлее. Пять миллиметров отступили от уголка рта и линейно идем в центр по контуру. То же самое мы с другой стороны делаем. Снизу. И по центру. То есть линейное заполнение объема. Таким вот образом мы заполнили губки. Дальше у нас болюсная техника. Болюсная техника очень простая. И она рассчитана именно на объем. То есть вот у нас губки. Основное преимущество этой техники то, что она тоже довольно-таки нетравматичная. То есть после нее синячков практически не остается. Губки увеличиваются только в объеме и форма никак не меняется. И это очень быстро. То есть те, кто не готов терпеть долго, там мучиться, страдать. Эти техники на себе. Болюсная техника это идеальный вариант, чтобы сделать быстро. Четыре вкола. То есть мы болюс вводим вот в эти четыре точки. Две нижние можно объединить в одну общую. Или сделать пятый болюс. То есть там смотрим в зависимости от губки, в зависимости от того, чего хочется. Болюс делается... Мы вводим иголочку на глубину где-то 3 мм. И давим на поршень. Чтобы провести эту технику, вам нужно заранее определиться, сколько делений вы будете вводить в каждый из болюсов. Например, вот в этом случае можно, вот у нас пять точек, да, можно сделать по два деления. То есть в шприце 10 делений. И мы делаем два деления, два деления, два, два и два. То есть вот у нас получается пять делений на эти... На все губки. И весь шприц ушел, и все в объем. Ну и последняя техника это парижская. Самая популярная на сегодняшний день. Не трендовая, к сожалению или к счастью уже, да. Потому что она не дает плоскости губам, как сейчас модно. А она именно вот такие вот губешки надувает. То есть девочки, которые еще с тех времен с губами такими объемными ходят. Вот скорее всего большинство из них сделаны губы именно парижской техникой. Парижская техника выполняется тоже довольно-таки просто. Мы перпендикулярно линии вот этой каймы губ красной вводим препарат. И вводим препарат довольно часто. То есть вот такими вот векторами. Перпендикулярно этой линии мы работаем. И по нижней губе. То есть тут ничего сложного нет. Здесь мы просто вводим филлер. И вот множество-множество укольчиков у нас происходит. Рассчитывайте препарат, чтобы хватило и на верхнюю губку, и на нижнюю. Про контур тут я ничего не могу сказать. Но в этой технике контур есть шанс, что размывается. То есть не становится он очерченным, а таким вот бесформенным. То есть мы просто вводим сюда объем препарата. Во всех этих техниках есть запретная зона. Она у нас определяется так. Вот линия смыкания губ. Верхняя губа, ее делим пополам. Нижняя губа, ее делим пополам. И вот здесь эта зона запретная, в которую мы не входим никак, не работаем с ней. То есть не попадаем на слизистую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем желаю пышных, сочных, сексуальных, соблазнительных губок. Вашим клиентам побольше денег вам, если вы косметологи. Спасибо.